Александр Александрович, здравствуйте. Народный фронт. Скажите, пожалуйста, сейчас очень мало информации, а люди очень много нам задают вопросов, их интересует, вообще произошло объединение войск, полевых командиров, о которых так много говорят, но почему-то еще нет никакой информации. Да, в Луганской Народной Республике уже этот процесс объединения и совместных действий под эгидой Министерства обороны Луганской Народной Республики уже практически завершился. Сейчас войска Луганской Народной Республики переформируются в более крупные соединения для улучшения и укрепления обороноспособности нашего молодого государства. Поэтому этот процесс идет и совершенствуется. Люди обучаются, переформатируются для более удобного управления войсками, для более, скажем так, слаженного действия. Есть в случае нападения, отражения атаки войск хунты. Александр Александрович, вот вопрос еще такого характера по поводу оккупированных или, скажем, не освобожденных еще нами территорий. Люди оттуда звонят, беспокоятся, спрашивают, вы что нас забыли, ваше мнение. Ну, дело в том, что именно хочу уточнить, что территории Луганской Народной Республики, которые находятся под гнетом карательных войск украинских хунтов, они действительно являются оккупированными территориями. Значит, никто о этих людях не забыл. Мы о них помним, мы их освободим. Это одно из непременных условий, которое, как бы, это мое мнение, мнение людей, которые меня окружают, это мнение всех рядовых людей Луганщины и простых гражданских, и военных. Как бы, люди, мы о них помним. Естественно, мы освободим их от этого гнета, мы выбьем врага с оккупированных территорий. Однозначно. Александр Александрович, мы понимаем, что вы занятой человек. Еще пару вопросов. По ситуации сейчас на передовых и по ситуации вот в городе и прилегающих пригородных районах. Значит, я понял. Ситуация на фронтах стабильно тяжелая. Пользуясь режимом прекращения огня, украинские власти перебрасывают дополнительные части в прифронтовую зону. Значит, игнорируя соглашения, меморандумы, подписанные в Минске, они подтягивают тяжелую технику, в том числе и системы залпового огня. Вот, в общем, тяжелую технику танки, артиллерийские системы. Значит, и увеличивают численный состав своих вооруженных сил. Именно в прифронтовой полосе, как говорится, на линии соприкосновения. Вот, они абсолютно игнорируют эти договоренности. ОБСЕ, ну, не знаю, возможно, выборочно не видят вот этой концентрации войск. Мы готовимся к отражению наступления украинских войск. Это однозначно разведданные поступают. Мы знаем, что хунта нанесет удар все-таки. И что касается вот ситуации в городе Луганске и в ближайших городах, именно, ну, мы владеем информацией, что вы несете еще и патрулирование городов. Да. Значит, наше подразделение взяло на себя еще и функции правоохранительных органов, потому что люди возвращаются из-за границы. Они думают о том, что, ну, вернулась мирная жизнь. Мы должны их хотя бы эту хрупкую мечту сберечь. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы навести порядок в городе. По крайней мере, Жаркнево район города Луганска находится под полным контролем патрулей группы быстрого реагирования. Мы, люди к нам постоянно обращаются. Вот. Система МВД, к сожалению, еще не заработала на полную силу. Я знаю, что прилагается то же самое, очень много действий для того, чтобы система милиции или полиции, как она будет называться, заработала. Но пока еще людям, которые этим занимаются, очень тяжело. И мы добровольно взяли на себя бремя нанесения охраны общественного порядка. Помогаем людям, пресекаем правонарушения, задерживаем преступников, раскрываем особый отдел и комендантский взвод. Группы быстрого реагирования очень успешно работают, смею вас завеять. У них же есть несколько раскрытых уголовных преступлений. Правонарушения в округе снизились, в том числе и пьянство. Такое оголтелое, которое было при украинских властях, когда народ спаивали просто. Александр Александрович, последний вопрос. Скажите, мы победим? Обязательно. Это даже не обсуждается. Все, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.